Детка на улице холодно. Оскароносная песня 74-летней давности была классикой зимних праздников. Но не в этом году. Сразу несколько радиостанций на волне движения MeToo отказались играть детку на своих волнах. Объяснив это просто. То, о чем поется в песне, сравнимо с попыткой изнасилования. Его намерения понятны. Очевидно, что он пытается добиться физической близости, а не просит ее остаться, чтобы вместе изучать Библию. И если продюсеры радиопрограмм считают, что, играя эту песню, они каким-то образом демонстрируют толерантность к оскорбительному и незаконному поведению, то они вполне могут запретить подобную музыку. Они вправе принимать подобные решения. Решение продемонстрировать солидарность с женщинами в эпоху MeToo приняли и организаторы конкурса «Мисс Америка». В этом году впервые конкурс прошел без выхода в купальниках. Но, пожалуй, самым спорным решением уходящего года стало назначение Бретта Кавана на пост Верховного суди США. Его обвиняли в сексуальном насилии. Однако Кавана, несмотря на это, получил высший пост в американской судебной системе. Он до последнего отрицал обвинения в свой адрес. Юридический комитет Сената посчитал, что в истории 30-летней давности, рассказанной Кристин Блейзи Форд, было много пробелов и неточности. Так же, как в 1991 году, недостаточно убедительными были названы обвинения в сексуальных домогательствах, выдвинутые Анитой Хилл против судей Кларенса Томаса в так называемый «Год женщин». Женщине не поверили, как и 27 лет назад. Говорить, что произошел тектонический сдвиг, рано. Не надо забывать, что в Белом доме у нас президент, обвиненный неоднократно в сексуальных домогательствах, и он просто все отрицает, называя жертв обманщицами. Именно президенту Трампу вскоре предстоит подписать новый законопроект о сексуальных домогательствах в Конгрессе. После многих месяцев обсуждений и споров, Палата представителей и Сенат США наконец договорились. Политика Конгресса в отношении сексуальных домогательств до настоящего времени была очень слабой. Обвиненный законодатель пользовался преимуществом. Он не только мог отделаться, соплатив жертве, но и платил из государственной казны наших с вами налогов. К тому же существовал порядок расследования случаев сексуальных домогательств, при котором жертве давалось время остыть. Подобного в новом законопроекте нет. К тому же теперь законодатели, а также любые другие сотрудники Конгресса, обязаны платить из собственного кармана. Этот закон был принят единогласно, во многом благодаря усилиям рабочей группы женщин-демократов. А уже с января 2019 года женщин в Конгрессе станет больше, как результат промежуточных выборов 2018-го. Практически 24% законодателей нового 116-го созыва Конгресса – женщины. То, что происходит в этой стране, во многом – ответная реакция на победу на выборах Дональда Трампа. Женщины и дальше будут заявлять о себе, о своих правах, участвовать в выборах или отдавать свои голоса за женщин. И этот тренд относится не только к женщинам. Это стремление видеть многообразие самого разного рода. «Первые женщины от того или иного штата в Палате представителей или в Сенате. Первые цветные женщины, первые мусульманки, самые молодые женщины. Больше женщин в политике означает, что теперь будут подниматься вопросы, которые важны для американок. Борьба с сексуальными домогательствами, равная оплата труда, оплачиваемый декретный отпуск». Вашингтон уже на уровне местной политики. Продемонстрировал, что женщины поднимают вопросы, которые ранее считались второстепенными. Бриан Недо в ноябре этого года была переизбрана на второй срок в городской совет Вашингтона. Одним из своих главных достижений политик считает принятие законодательства об оплачиваемом декретном отпуске для женщин и мужчин. А с хэштегом «MeToo» в мае 2018 года она объявила о финансировании специальных тренингов и образовательных программ по предотвращению домогательств на улицах города. Нежелательные и неуважительные комментарии в адрес незнакомцев теперь в законодательстве Вашингтона получили четкое определение – уличные домогательства. Под улицей подразумевают все общественные места города – это автобусы, метро, тротуары, рестораны и бары. И хотя 65% американок сталкивались с домогательствами на улице, подобный закон был принят лишь в американской столице на волне движения «MeToo». Идея простая. Женщины должны чувствовать себя в безопасности в общественных местах. Мы вправе носить то, что хотим, находиться где мы хотим. Домогательство на улице – это форма насилия. И несмотря на то, что в нашем правительстве много мужчин, поддерживающих права женщин, многие из них не могли понять суть проблемы, пока мы не устроили для них круглый стол с участием жертв домогательств на улице. Новые женские лица в политике, новые законодательства о домогательствах, отказ от прежних норм, сотни тысяч американцев, заявивших о желании принять участие в женской волне. Марши женщин в запланированном Вашингтоне в январе 2019 года. Таким был уходящий год для американок, многие из которых два года назад, на следующий день после инаугурации Дональда Трампа, вышли на улицы Вашингтона с лозунгами о правах женщин. Анаша Витясян, Дмитрий Шахов, Андрей Дегтярев. Настоящее время Америка. Вашингтон.